Всем привет! Продолжаем узнавать что-то новое, знакомиться с известными художниками. Сегодня я хочу рассказать немножко о биографии и казать картины Мазаччо. Томазо Мазаччо. Полное имя Томазо Диджавани Дисимона Кассаи. Пославленный живописец эпохи раннего возрождения, один из реформаторов живописи, мастер флорентийской школы. Беруя данные из википедии и сайта Радхив. Мазаччо, как его учителя, скульптор Донателло и архитектор Бруни Лески, в своем творчестве приветствовали реализм и натурализм. Искусство древнего Рима и раннее христианское искусство было для Мазаччо предметом изучения, интерпретации приемов древних мастеров уже в собственных работ. Как писал итальянский философ-гуманист Шристофо Ландино, Мазаччо был полон жадного интереса к земному миру, к его познанию и утверждению его величия, выступая как выразитель стихина материалистических форм раннеренессансного пантеизма. Пантеизм это философское учение, исходящее из тождества Бога и природы. Для словно это переводится примерно так, пан все, теус бог, то есть все есть Бог, то есть Бог и природа, вселенная отождествляется полностью, сливаются. Мазаччо прожил очень короткую жизнь, художник скончался в возрасте 27 лет. Родился он в небольшом городке Санжаване Вальдарно, это город, который находится неподалеку от Флоренции. Дед мальчика занимался изготовлением и росписью сундуков, они называются кессоны, традиционной мебели тех времен. После смерти отца на печенье Мазаччо остались мать, две сестры и младший брат, который тоже стал художником, и по всей видимости продолжил делать деда, занимался росписью сундуков кессоны. Одна из сестер Мазаччо впоследствии вышла замуж за художника Мариотта де Крестефана. Мазаччо это прозвище, что в переводе означает тот, что промахивается, Мазилла. Юный художник получил за свою одержимость рисованием. Когда он писал, ничто больше не интересовало Томазо, он погружался в работу с головой и часто использовал одежду в качестве тряпки для вытирания кистей. Учился Томазо в живописных мастерских Бичи де Лоренцо. Благовел перед Джотто вопросом перспективы. Его обучал архитектор Брунеллеский в работе с натурой скульптор Донателло. Настоящим учителем Мазаччо был Брунеллеский Донателло. И вообще, сохранились сведения о личной связи Мазаччо с этими двумя выдающимися мастерами раннего возрождения. Они были старшими товарищами и к моменту созревания художник уже сделал свои первые успехи. Брунеллеский был занят разработкой линейной перспективы. У Донателло Мазаччо позаимствовал новое осознание человеческой личности, характерное для статуй, выполненных этим скульптором для церкви Арсан Микеле, как говорит Википедия. Мазаччо выработал свой собственный узнаваемый стиль. Это действительно так вы можете посмотреть на вот эти работы, которые здесь представлены. Что-то такое есть общее у этих работ. Вместе с Донателло Брунеллеский Мазаччо возглавил перспективное реалистическое направление во флорентийском искусстве. В его картинах видна работа над основными задачами композиции, перспективы и пропорции человеческого тела, которые активно будут разрабатываться художниками эпохи Возрождения. Ведь не надо забывать, что это был 1400 год. Первым достоверным произведением художника считается алтарный триптих в небольшой церкви Сан-Джавинали, расположенный недалеко от города Сан-Джаванни Вальдарна, где и родился художник, а написанный триптих в 1422 году. В возрасте 1921 года Мазаччо был принят в цех медиков и аптекарей, куда также принимали людей искусство. Три года спустя, в 1424 году, художника приняли гильдию Святого Луки. Это цеховое объединение художников, скульпторов, печатников. Членство гильдии позволяло открыть собственную мастерскую и набрать учеников. Ну и, а также гарантировало занятость и исключение конкуренции со стороны заезжих мастеров. А надо не забывать, что, в общем-то, Мазаччо кормил семью, потому что отца не было. Отчим, за которого вышла мать, а лично тоже умер. Практически он содержал семью. Ну, одни из самых известных работ Мазаччо — это фрески, которого расписана капелла Бранкачева «Флоренция». Работа над фресками начал художник Мазалина до Паникали в 1424 году. Ну, а несколько позже к нему присоединился Мазаччо и через несколько лет после кончины завершил работу над росписью капеллы Филиппина Липи. Я уже об этом как-то говорил. Дружба и совместная работа Мазаччо и Мазалина по сей день вызывают споры среди искусствоведов, которые пытаются точно атрибутировать некоторые произведения, созданные этими художниками. В 1428 году — это последний год жизни Мазаччо. Художник по приглашению своего друга Мазалина отправился в Рим работать над полиптихом для церкви Санта-Мария Маджори. А полиптих — это картина, разделенная на секции или доски. Мазаччо начал лишь левую створку Алтая, а заканчивать работу Мазалина пришлось в одиночестве, уже после смерти Мазаччо. Фрески капеллы Бранкача являются главным произведением, созданным Мазаччо за свою короткую жизнь. С 15 века и по сей день они вызывают неизменное восхищение как у профессионалов, так и у обычной публики. Ну и, в общем, наверное, завершая, надо сказать, что наследие Мазаччо, умершего в трассете карьеры на пике славы, оказало огромное влияние на европейскую живопись. Благодаря революционным приемам, которые художник использовал в своем творчестве, его произведения стали буквально, буквально программными для многих поколений мастеров, в том числе для Рафаэля и Микеланджело. Как написано в большом справочнике в галерее Уфици, находящейся во Флоренции, узнав о преждевременной смерти Мазаччо, умершего в возрасте 27 лет в Риме, при загадочных обстоятельствах, Брунеллески сказал, что нас постигло большое горе. Кристофо Ландино, Кристофо Ландино, итальянский мыслитель, гуманист, племянник поэта и музыканта Франческо Ландино, был близок к Марсио Фончино и Лоренцо Медичко. Сказала Мазаччо, Мазаччо чист, без прекрас. Основная заслуга Мазаччо, он первым в своем поколении перевел в живопись, как Донателло, скульптуры, новые правила перспективы, брунеллес. Так говорится в справочной галерее Уфици, самого древнего музея в современной Европе. Ну, вот, пожалуй, и все, что написано в Википедии о знаменитом Мазаччо, Тамазо, Деджованни, Десимонни Кассае, знаменитые итальянские художники, живописцы, крупнейшие мастеры флорентийской школы, реформаторы живописи эпохи Кварто-Чен. Все, всем пока, всем привет, пока-пока, смотрите Работает. До свидания.